Чингис Абдулаев. Измена в имени твоем. Из прежних моих поучений вы могли вывести, что мужчина дурак. Теперь вам известно, что женщина – дьявольская дура. Марк Твен. Письма Земли. Письмо восьмое. Большинство фамилий, названных здесь лиц, изменены. Почти все приведенные факты соответствуют действительности. Автор приносит извинения людям, так или иначе изображенным в романе. Вместо вступления. Повсюду царь его ликования. Прорвавшие берлинскую стену люди веселились прямо у Брандербургских ворот, столько десятилетий служивших символом раздела немецкой нации. Ненавистную стену крушили, к восторгу собравшихся, прямо на глазах. Били кирками, молотками, просто руками. Молодые люди и девушки танцевали на стене, размахивая руками. В эту ночь два Берлина, бывших столько лет разными городами, наконец объединились. Хлынувшие с восточной стороны толпы народа прорвали стену и соединили со своими родными и близкими с другой стороны города. Он был одним из немногих, кто в эту ночь не разделял восторга собравшихся. Старательно объезжая места особого скопления людей, он искал любую возможность проехать из западной зоны в восточную. Но сегодня, когда перестала существовать граница и была разрушена стена, сделать это было непросто. Казалось, можно пройти откуда угодно. Пограничники в эти дни словно позабыли о своих обязанностях. Но идти через контрольные пункты было невозможно. Повсюду стояли толпы людей. Пробившись к одному из подобных пунктов, он около часа пытался пробиться на восточную сторону. Люди в эту ночь словно обезумели. Многие жители восточного Берлина стремились попасть в западный. Пограничные пункты ранее были символами раздела не только Берлина, не только немецкой нации, но и всего мира. Четко поделив его пополам. Словно построенная за одну ночь, стена оказалась зримым воплощением безумного мира. Разделившегося на два лагеря и пытавшегося победить в ожесточенной холодной войне. Наконец он сумел вырваться из толпы и быстро зашагал по улице. Машину пришлось оставить в западном Берлине. В эти ночные часы улицы восточного Берлина были непривычно пусты. Словно все население Горда было стянуто к стене. Конечно, это была только видимость. Толпа, состоящая в основном из молодых людей, определяла настрой Горда. Пожилые люди, несогласные с ними, предпочитали отсиживаться дома. Ему пришлось идти минут пятнадцать, пока, наконец, он не свернул на тихую улицу в поисках телефонного автомата. Подойдя к телефону, он еще раз оглянулся. Быстро поднял трубку, набрал номер. «Это я», — сказал он торопливо. «Только что прибыл с другой стороны. У меня срочное сообщение от барона». «Где ты находишься?» — спросил его знакомый голос. Он назвал адрес. «Я сейчас приеду», — пообещал его собеседник. «Жди меня на месте. Никуда не отлучайся». Он повесил трубку. Через пятнадцать минут подъехала темно-синяя Шкода. Он хорошо знал сидящего за рулем и, не раздумывая, нырнул машину. «Добрый вечер», — сказал прибывший. «Три твоей машины». Оставил на другой стороне. На машине сегодня ночью проехать невозможно. «Понятно». Мрачно кивнул встречавший гостя. Все словно сошли с ума. Устроили такую вакханалию. Какие сведения от барона?» Он мягко тронул автомобиль, оглядываясь назад. Все было спокойно. Он просил передать, что имеет точные данные, подтверждающие активизацию западно-германской разведки в Югославии. С участием сотрудников 8-го управления Министерства обороны и представителями Министерства иностранных дел разрабатывается план по дестабилизации положения в этой стране. И, как следствие, развал ее на несколько автономных частей, включая Хорватию и Словению, через которые будущая Германия сможет выйти к Средиземному морю. «Будущая Германия», — взвол усмехнулся, сидевший за рулем. «Кому это все нужно? Какая она будет?» «Я просто передаю его сообщение». Связному не нравилось настроение приехавшего, но он не стал с ним спорить. «Вон там, будущая Германия», — показал его собеседник. Орут от радости. «Завтра они пойдут приступом на наше ведомство. И уже завтра вечером мы все будем висеть на фонарных столбах». Иган Кранц оказался просто болтуном, а Хонекер не мог больше оставаться. Его бы не поддержал Горбачев, а без русских танков мы ничто. Блеф. Пустое место. Он резко свернул к каналу, проезжая мимо равнодушно стоявшего пожилого прохожего. Тот, похоже, никуда не спешил. «Это не мое дело», — строго ответил Связной. «Я должен сегодня вернуться в Западный Берлин». «И ты тоже такой», — взво сказал встречающий. «Все вы бывшие моралисты. А сам наверняка радуешься, что успел вовремя устроиться в Западном Берлине. И теперь не пропадешь в любом случае». Я выполнял задание. «Знаю я ваше задание. Только ходите туда и обратно, а мы все сидели в этом дерьме. Тебе ничего не грозит. Ты у нас чистенький. Документы в порядке. Образцовый гражданин западной зоны. А нам всем что делать? Куда бежать? В Советский Союз? Так где гарантия, что Горбачев не выдаст нас, если сдал всю нашу страну целиком, без остатка?» Он подъехал к каналу и остановился недалеко от моста. «У тебя нет никаких директив от агентуры?» Связному все меньше нравился этот разговор. «Ты так торопишься?» «Конечно. Мне нужно быстрее вернуться. Так есть какие-нибудь директивы?» «Есть», усмехнулся его собеседник. «Конечно есть. Сейчас я их тебе и вручу». И достав из внутренней кобуры пистолет, он, не раздумывая, выстрелил в сидевшего рядом с ним человека, вышибая ему мозги. Салон машины забрызгала кровь. «Директивы», — скрипнул зубами встречавший. «Ему еще нужны директивы. Проклятые сволочи. Испортили мне всю жизнь». Выйдя из автомобиля, он перетащил тело убитого на свое место. Быстро обыскал карманы, достал из них документы, деньги и ключи от машины. Затем, достав свой паспорт и несколько ненужных бумажек, сунул их в карман убитого. Тщательно вытерл каютку пистолета и вложил его в левую руку погибшего, чтобы была версия самоубийства. «Директивы». Все время хрипел он от ненависти. «Им еще нужны директивы». Поставив автомобиль на холостой ход, он вылез из него и толкнул машину по направлению к каналу. Через несколько секунд послышался удар о легкие деревянные ограждения, поставленные здесь рабочими. Машина, проломив препятствие, почти беззвучно вошла в воду. Он еще некоторое время смотрел, как наполняется водой салон и его «Шкода» уходит под воду. И только когда все было кончено, тяжело вздохнул, словно действительно расставался с прежней жизнью. Раз и навсегда. Позади был трудный путь, впереди ждала неизвестность. Но она его уже не пугала. Он еще раз посмотрел на то место, где исчезла машина и пожал плечами, словно оправдывая сам себя. «Директивы», сказал нервно. «Какая все это глупость». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...